Качество оказания услуг населению, фондам содействия реформированию ЖКХ, состояние и реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа, и итоги ее выполнения. Эти вопросы детально обсудили на дискуссионной площадке «Качество повседневной жизни». Она состоялась в рамках ежегодной конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта. К диалогу активисты ОНФ пригласили экспертов, представителей органов государственной власти, регионального оператора капремонта и жителей округа. Тех, кто уже столкнулся с капитальным ремонтом и имеет много вопросов, касающихся его качества. Большое количество больных вопросов поступают в адрес регионального отделения ОНФ, отметила сопредседатель Татьяна Бадьян. Очевидно, что региональная программа капитального ремонта, утвержденная до 2043 года, нуждается в серьезных поправках. По результатам выездов в многоквартирные дома, 9 из 10 жильцов недовольны качеством капремонта, отметил руководитель рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Виктор Синявин. Выявилась проблема номер один. Выгребные ямы. У нас в настоящий момент 90 домов с выгребными ямами стоят в программе капитального ремонта. Никто не может ответить, как мы будем ремонтировать выгребные ямы. Жителям-то что делать? Они сейчас остались с проблемой один на один. Как мы оцениваем фронтовики работу того же фонда, работу того же департамента строительства и ЖКХ? Это отсутствие элементарных замечаний. Нас просто завалили письмами. Нам обращаются именно по этой проблеме. Поэтому вопрос в этом. Надо решать эту проблему. Если она не решается на региональном уровне, выходить с инициативой на федеральный уровень. Сегодня в перечне работ по капитальному ремонту действительно отсутствует такая позиция, как ремонт выгребных ям. Однако включить ее в этот перечень можно. Эта ситуация действительно, она, наверное, слегка искусственно создалась. Почему? Потому что изначально во всех законах округа были включены дополнительные работы, которые разрешены федеральным законодательством и отданы на откоп субъекту. То есть, в законе субъекта будут установлены такие виды работы, как ремонт выгребных ям, фонд капремонта мог бы их ремонтировать. Но почему-то в 2014 году они были исключены. На каком основании были, видимо, предложения от фонда. Я думаю, что вполне реально. А же предложения уже? Да, департаментом или окружными властями совместно с депутатами можно рассмотреть вопрос, чтобы их, в принципе, вернуть обратно в этот перечень. В федерации он не запрещен. Возможность включения ремонта выгребных ям в перечень работ по капитальному ремонту уже прорабатывает департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Нейнского округа. Однако специалисты подошли к этому вопросу и с другой стороны. Прорабатывается вопрос, что вместо выгребных ям устанавливают септики. Но в границе к земельному участку. Потому что мы делаем капитальный ремонт только общего имущества. Но сейчас мы запросили информацию у всех управляющих организаций, чтобы установить эти дома, у которых есть вода, есть выгребные ямы. Это в первую очередь. Где есть земельные участки. Границы позволяют установить септик. Потому что близко септик устанавливать нельзя. Там не менее 20 метров. Если не хватает земельного участка, будем тогда как-то уже с городом, с искателями, с муниципалами работать, проводить собрания, чтобы отмежевывать более большие участки. По словам специалистов окружного ведомства, подобной практики по замене выгребных ям на септики в рамках капремонта нет ни в одном субъекте. Поэтому сейчас в департаменте ожидает ответ от Минстроя о правомерности таких действий. Вместе с заменой в региональный закон войдут работы по ремонту выгребных ям, что актуально для многоквартирных домов на селе, где нет воды, и подключению неблагоустроенных домов к центральной канализации. После получения всей необходимой информации, вопрос о дополнении региональной программы капремонта будет поставлен перед законодателями округа. С таким решением проблемы активисты ОНФ согласны. Главное, чтобы законодательно вопрос решился как можно скорее. «Нужно рассматривать перспективные, то есть увеличивать число благоустроенных домов. Вот в Салихарде кто-то вот это был, там же у них же таких понятий выгребных ям нет. Там все деревянные дома переведены на полное благоустройство. Как-то вот сумели они же в таких же равноклиматических условиях, собственно говоря, это сделать». Как отметила исполняющая обязанности фонда содействия реформированию ЖКХ Алла Фёдорова, после законодательного обновления региональной программы, дома, которые уже пережили капремонт, станут первоочередными на ремонт выгребных ям. Не могли обойти стороной активисты ОНФ и вопрос содержания фонда содействия реформированию ЖКХ. Все помнят ситуацию прошлого года, когда в регионе было отремонтировано всего три дома на сумму 12 миллионов рублей, а содержание фонда и его 18 сотрудников превысило отметку в 30 миллионов. «Цифры звучащие, цифры кричащие. Что изменилось после этого? Весной у этого года на площадке качества повседневной жизни приезжал эксперт Народного фронта Калинина Светлана. Многие сидящие здесь, в нашем зале, были на встрече с ней, где ещё раз было сказано о том, что зарплата регионального оператора напрямую должна быть связана с качеством выполнения капитального ремонта. Я хочу сказать, что после той встречи был серьёзный проведён аудит прежде всего Департаментом строительства». В этом году в структуре проведена большая реорганизация. Сегодня в фонде содействия реформированию ЖКХ фактически работают пять человек. Напомню, региональная программа капремонта рассчитана на период до 2043 года. К этому сроку в округе отремонтируют 451 дом. На 2017 год фондам запланировано обновление семи многоквартирных домов. Акционы уже состоялись. Подрядчик определён. А это значит, что капитальный ремонт пройдёт в летний период, а не глубокой осенью, как это происходит сейчас.